Это звёздные войны, где пил-пил, и даже зжжжи Люди, всем недовольны Хм, странно, какой-то не тот текст, но я же сделал все как вы велели Тогда запускай обзор О нет, это не та пародия! Что? Что? АААААААААААААААААААААААААААААА Я не люблю «Звездные войны», потому что одни умники сделали из фильмов религию, другие умники превратили франшизу в политику. А все вы знаете, что случается с любой беседой, когда речь заходит о политике или религии. Я не люблю «Звездные войны», просто потому что в детстве я не тащился по этим фильмам, но спокойно тащился по сеттингу. Бегать с палкой и изображать звук светового меча и бластера – это запросто. Не заснуть, наблюдая за интереснейшим люком или за увлекательными приключениями Оби-Вана и Квай-Гона – это импассибл! К сожалению, так уж в мире повелося, что рука рисует лося. В смысле, так уж повелось, что я не читал сотни книг, не играл в сотни игр, не изучил тысячи комиксов, километры документалок, книг о создании, сериалов и прочего, чтобы грамотно и компетентно участвовать в «Мардебое». Но так уж получилось, что я в интернете, и вы мне ничего не сделаете, если я просто посмотрю фильм, не зная о вот этом, вот всем, вот этом, и попробую подарить вам хорошее настроение. Поехали! Нет, с тобой фильм буду обозревать я! О нет, какой-то темный ситх! Ааа, я понял! Я типа буду обвинителем фильма, а ты типа будешь адвокатом, и типа мы взглянем на фильм с разных ракурсов, да? Нет, я здесь для того, чтобы ненавидеть тебя! Ааа, ты из этих? Ну ладно. Итак, атака клонов начинается с того, что на Корусант прибывает Бэтвинг, которым управлял Р2Д2, ибо другие астродроиды не вызовут фанатского «уиии» при появлении. Видимо, я ошибался. Опасности не было. Мистер Кутузов, вы не могли бы не каркать? Ну, на первых же минутах атаки клонов при покушении убивают клона сенатора Амидалы. Видимо, фильм пытается сказать, что у всех есть клоны. Кажется, я знаю, как выжил Дарт Молл. У него был клон. Это что, клонический юмор? Госпожа, я подвела вас, сенатор. Кстати, странно, что она была в эпицентре взрыва, но у неё на лице всего лишь пара царапин, и вот это вот «А я типа из последних сил». Но взрыв был не настолько реалистичным, чтобы там кто-то мог правдоподобно пострадать. Вы выполняли свой долг, аккорде свой. Погоди, но это же не Кира Найтли. Значит ли это, что только что произошло далеко не первое покушение на Падме? А может, дело в том, что Найтли в этот момент снималась в «Пиратах Карибского моря», нет? Да не, фильм не настолько продуманный, чтобы учитывать события пиратов. Ну, забей. Что ж, тем временем Палпатин говорит «Народ, не парьтесь, я ща перетру с сенатами, всё будет чики-мони, никакой войны не будет, зуб даю». То есть фильм «Звёздные войны» начинается с того, как кто-то звездит? Идеально. Поймите, джедаев слишком мало для защиты республики. Мы хранители мира, а не солдаты. Джедаи-хранители мира? В каком смысле? Вы храните мир от своего занудства? Правильно ли я сейчас понимаю? То есть не только НАБУ из-за своей причмокнутой идеалистки правительницы не имеет армии и жизнь её ничему не учит, но и во всей республике не сформированы войска. Отмаза с плоскостопием проканала у всей галактики сразу. Ну, я думаю, какие-то армии для локального оборонения у них есть, но имеется в виду, что улетать куда-то воевать некому. Выходит, этот предводитель Boston Dynamics смог раскатать галактику даже с этими чайниками на ножках, потому что это был утопический мир, где никто ни с кем не воевал. Ну, типа да, суть приквелов в том, что Палпатин устал смотреть, как джедаи, могучие существа сидят такие без дела, и он захотел пиу-пиу-пиу, поэтому постепенно возглавил и Сенат Республики, и сепаров, и развлекал себя как мог. Мы обсудим наши вопросы позже. Мне нравится, как они все подорвались, и один мастер Windows такой сидит, ждёт, пока установится обновление. Трагедия на посадочной платформе ужасна, но вы живы, и эта душу мою согревает. Душу твою согревает? Подогретый зелёный изюм? Должно быть интересно. Увлекаешься тайской кухней? Я думаю, что за этим стоял граф Дуку. Госпожа, граф Дуку был раньше джедаем. Он не может никого убить. Всё, теперь понятно, как выжил Дарт Молл. Оби-Ван тоже джедай, он тоже не может никого убить. Даже если разрубает надвое. Конечно, я выжил. Но если Бальтазар выжил, навернувшись с огромной высоты, то получается, что... И рука Люка тоже могла выжить! И Палпатин мог выжить! Мы восстанем вновь. Не, насчёт Палпатина точно бред какой-то. Идиот. Это была фигура речи, обозначающая характер персонажа. Или ты хочешь сказать, что вот эти вот все люди сейчас встанут как зомби? Не говори то, чего не знаешь. В Звёздных войнах есть зомби. Что? О, брат, это ты ещё не видел, как планета-ведьма оборонялась от армии дроидов световыми УЗИ и световыми луками со стрелами, пока армия зомби брала численностью, а Дуку пытались убить при помощи куклы Вуду. Что? Мы сейчас про Звёздные войны говорим? Ну да, просто фильм Эваки Битва за Эндор, которую написал Лукас, внёс в канон много чего странного. А Лукас, когда его спрашивают, «Это чё вообще сейчас было такое?» Вместо извинений говорит «Это не баг, это фича». Ты всё ещё жалуешься на плохие спецэффекты? Сенатор, я прекрасно понимаю, что вам претит мысль об усиленной охране, но может быть ваш старый друг, магистр Кеноби? «Это возможно. Он только что вернулся с Энсиона». Да, он как раз с дороги и, наверное, хочет отдохнуть. Жаль, все остальные джедаи сейчас так заняты. С па-салона отнимают столько времени. «Действительно, представить к симпотной молоденькой девахе подростка, который явно по ней сохнет и не скрывает этого, лучшая идея». Ну, возможно, они не знают о чувствах Энекина к Падме, они ж всю жизнь его побаивались и держали на расстоянии, так что он с ними не откровенничал, как с Палпатином. Наоборот, это подчеркивает, что джедаи отчасти сами виноваты в своей гибели. Отнесись они к Энекину с любовью, возможно, было бы все иначе. «Ты не был так напряжен с тех пор, как мы свалились в гнездо гандарков». «А можно вместо того, чтобы слушать об их приключениях, просто показать эти самые приключения?» Короче, я знаю, что случилось. У них просто не хватило рулона зеленой ткани, чтобы это снять. Вот, например, у нас по всему городу все магазины ткани имеют вывеску «Тканини». Я не знаю, кто такой этот «Тканини», что он подмял под тебя весь рынок, но этот мерзкий итальяшка наверняка обвесил Лукаса. То есть Лукас пришел такой и говорит «Дайте мне 100 метров зеленой ткани». А тканини выбегает и такой «Мамма миа, бонжорно, филичита, возьмите 10 кило ткани, должно быть как раз 100 метров». И Лукас потом такой приходит снимать, и ему говорят «Джорджи, тебя облапошили, не хватает 3 метра ткани, понимаешь? Надо начинать считать с цифры 1, а не с четверки, ты понимаешь, балдатые?» Так все и было. Отвечаю, вот буквально пары метров ткани не хватило. «Мне нужна не охрана, а ответ на вопрос, кто старается меня убить?» Джедай с Падаваном прибывают к Падме, и Энни Кей сразу рвется понтануться перед девушкой своими детективными навыками. «Мы обязательно выясним, кто на тебя покушался». Но Оби-Ван такой «Детективствовать тут буду только я. Сенатор, вы слышали песню «У тебя есть борода»?» «О, Оби-Ван, вас послали быть просто телохранителем». «О, так вы тоже смотрели тот фильм с Уитни Хьюстон?» Что ж, не зря я тренировался вокалу. «Она с трудом узнала меня, Джаджа. Я каждый день думал о ней все это время. А она меня забыла. Энакин, ты слишком негативно все в жизни воспринимаешь». То он как Ариэль. Та влюбилась в первого двуногого мужика, что увидела в своей жизни, а этот влюбился в первую девушку, что была без щупалец. Какая романтика. В общем, бомбо-взрывателям настолько важно уничтожить Амидалу, что они посылают за ней самого надежного киллера, чтобы он нанял обычного киллера. «Их штабосечек больше не было». А тем временем... «Она прикрыла камеры. Она не хочет, чтобы я на нее смотрел». А Амидалу сонет в клон... В смысле, клонит в сон. Хотя тут, наверное, обе версии подойдут. В общем, Падме, укрываясь от извращенских взглядов Энакина, использует астродроида как ночник. «Боже мой, она теперь везде с собой этого робота таскает. Ну, спас он тебя в первом фильме. Ну, это потому, что на борту была команда профессионалов. Ну, ладно, посвятила ты робота в рыцаре. Ну, назначила ты его своим спутником жизни. Ну, переписала ты на него квартиру и все свое имущество. Ну, поставила в честь него памятник. Ну, построила церковь в его честь. Ну, приносит его теперь всей планетой ему дань. Ну, в твоей спальне-то он что делает? Ты бы еще в обнимку бы с ним спала. Ты не понимаешь, он напоминает ей мелкого Энакина. Это любовь. Мне не по душе сидеть и ждать, пока что-то случится. Эй, это вообще-то я должен сказать. Ты давай по сценарию читай, а то вот это начинается. Я вообще на стороне Энакина. Типа, вы джедаи, у вас есть сила, так пустите ее в ход. Вообще захватить галактику не так уж сложно. Достаточно заминировать пару кресел. Так, а почему это Эрдваша сейчас не почувствовал возмущения в силе? А, не, почувствовал, почувствовал. И что это, роботам тоже надо спать? Потом еще выяснится, что они видят сны? Я сплю, и даже сны мне снятся. Сны снятся людям, пойми. Ты всего лишь машина, только имитация жизни. Я заметил, что он крайне ловко использует. Мне паучья чувствительность опасна. Полегче, полегче. У людей, которые уже приготовились сидеть и смотреть, как два часа говорят о политике, может и инфаркт случиться. Фу, резкие какие. Ты посмотри на них. В общем, происходит погоня за киллером на бамперном автодроме из советского парка отдыха. И, знаете, стоит признать, что дизайн Корусанта – это одна из лучших вещей во франшизе. А я бы посмотрел, как Энакин выступает на открытом микрофоне. В далекой-далекой галактике есть стендапошная? Ты упустил его. А ты еще раз доказал. Прошу прощения. Ооо, подожди, не лети так быстро. Я же не знаю, какую вставку мне подмонтировать. А может вот эту? Сколько мы падаем? Наверное, уже часа три. А по-моему, четыре. А может эту? Прыгаем без парашюта. Опасный вид спорта, да, точно, вы можете разбиться. А, знаю, знаю, вот эту. Энакин, сколько тебе говорит, держись дальше от силовых линий. Да, планета у вас, конечно, красивая, но опасная. Урбанистически-пофигистическая, я бы сказал. Мне нравится, как она отстегивает маску, как шторку в ванной, так и хочется сказать. Не читай. Открой личико, а. У меня аж сердце ёкнуло, когда показалось, что он потерял меч. Я бы за такую цацку многое бы отдал. Этот меч – ваша жизнь. Я так понял, на охрану медал, и всем резко стало плевать. Королева медала, отойдите от окна. Но там Энакин, он устраивает экшн-сцену. И все-таки я профессионал. Он хочет спрятаться, а не убежать. Да, учись. Постарайся, больше его не теряй. Да, учись. Этот меч сохранит твою жизнь. Ты задрал, учитель. В общем, киллер скрылся в очередной контине, ибо сила вечно ведет персонажей на путь отсылочек. Это не он, это она. Скорее всего, обороть. Благо, меня на родине называют Оби-Ван Хельсинг. А в галактике есть вампиры? Ты не хочешь этого знать. Разыщи ее. А куда пойдете вы? Пойду выпью. Ну да, Оби-Ван. Правильно, иди бухни, вместо того, чтобы караулить выход. Не хотите купить дури? Ты не хочешь торговать дурью? Эй, я не хочу торговать дурью. Ты хочешь начать новую жизнь? Я хочу начать новую жизнь. Смешная шутка. Нет. Почему? Я так обзорщиком стал. Погодите, то есть она решила подойти к мужику с мечом вплотную? То есть я понял отсылку, но какого черта? Кто заказчик? Скажи нам. А ну говори! Имя! Мари-Арти! Стрела с ядом. Мы, блин, пользуемся лазерным оружием и доисторическими дротиками? Световой лук и стрелы. Окей, а почему дротик не световой? Путешествие во времени. Окей, заткнулся. Ты разыскать должен наемника этого, Оби-Ван. Главное выяснить, на кого он работает. А как же сенатором медала? Займется этим подаван твой. А вы не хотите оторвать задницу и помочь? Нет, только два джедая в один момент времени могут оторвать задницу от стула. Так работает сила. Как только один встает, другой должен сесть. Но в других фильмах это правило не работает. У каждого фильма свои правила. В первом эпизоде у вас с Квайгоном была суперскорость и толчок. Мы же вас за это не осуждаем. Энакин, полетишь с сенатором на ее родную планету Набу. Там менее опасно. Ну да, тут куча охраны и целый орден джедаев. И я уверен, никто не будет искать Амидалу у нее дома. Да ладно, в сериале вообще говорили, что на Корусанте уже тысячу лет ничего не происходило. Последнее нападение на Корусант было более тысячи лет назад. Более тысячи лет назад. Более тысячи лет назад. Мне кажется, тут замешаны люди в черном со своим стирателем памяти. Я долго боролась против принятия закона о создании армии. А в решающий момент меня не будет в Сенате. Назовите мне хотя бы одну причину, кроме бездарности сценариста, почему Амидала должна покинуть Корусант после покушения. Ну сюжет же должен случиться, но тут же любовь. Я ухожу в продолжительный отпуск. И выполнять мои обязанности в Сенате придется вам. Ты правда хочешь доверить переговоры по самому важному вопросу тупому Гунгану? Это очень важные переговоры. Ну ладно, давай. Уверен, никаких проблем в связи с этим не будет. Вы уверены, что это Палпатин виноват в крахе республики? А кто в здравом уме назначил Джаджа сенатором Набу и дал ему вообще хоть какие-то полномочия? А может они себе выбирают лидера, как во всех нынешних демократических странах? Кто популярнее, тот пусть и правит. Ну типа я уверен, что у Падмы не было проблем с тем, чтобы набрать подписчиков в Инсте. Но что такого мог запостить Джаджа, чтобы его избрали сенатором? И вообще, а выступить по голограмме она не может? Они за 10 лет так и не починили роутер на своем Набу. Ну, в защиту Лукаса могу сказать, что про оригинальную трилогию до него долетали только хвалебные оды. А вот приквелы он снимал уже во времена интернета. И то количество дерьм... А критики, которая тогда на него полилась, заставила мужика чуть ли не впасть в депрессию. Так что много чего было наспех переписано, переделано. Вот есть даже люди, которые уверены, что Джаджа должен был быть главным ситхом. Все это неразбериха, потому что Лукас думал, что фанаты ему друзья. А не вон как. Ну же, Лукас, не плачь. Они не стоят твоих слез. Лучше представь, что было бы выпустить и оригинальную трилогию во времена интернета, если бы ее оценивали по сегодняшним меркам. Палпатина не раскрыли, фуууууу, нам даже не рассказали толком, кто это. Почему Дарт Вейдер оказался под маской яйцеголовым нытиком? Не таким мы себе представляли грозного ситха. Люк как персонаж – морисьюшное позорище. И что это за актерская игра? Это что, лицо человека, потерявшего свой дом и всю свою семью? Правильно, делайте склейку, смотреть там не на что. К его сестре это тоже относится. Хэштег бездарности. Дэрт Вейдер переметнулся на светлую сторону быстрее, чем я чихнул. Что за слив персонажа? Почему нам не показали постепенный переход? Джабахат, это насмешка над бодипозитивом? Вы хотите сказать, что все жирные зло? А штурмовики глумятся над косоглазыми? Вот тут вот мое феминистическое сердечко не вынесет. Этого не вынесет. Мерч, мерч, купите мерч, купите мерч. Моя ее принимай с большой-большой смирением и... Джаджа, я не задерживаю тебя. Ух ты, да она мастер отшивать. Я, кажется, понял, почему они с Энакином друг другу подходят. Ты что, ангел? Кстати, а ты знал, что в Звездных войнах, оказывается, есть ангелы? Проехали. Не баг, а фича. Прятаться мне не по нраву. Господи, что за хрень у нее на голове? Она напоминает этих инопланетян из Тайны Третьей планеты. Я долго боролась против принятия закона о создании армии. А в решающий момент меня не будет в Сенате. На самом деле она дело говорит, потому что образование армии повлечет за собой дополнительную нагрузку на бюджет. И в сериале даже была серия, где демонстрировался дискусс на тему того, что создание дополнительных единиц клонов приведет к экономическому краху республики. Республика на грани банкротства из-за военных расходов. Вы предлагаете сдаться на милость сепаратистов? Может быть, переговоры – лучшее направление действия. Что на самом деле интересно, так как проливает свет на детали плана Палпатина. Если бы он еще и не лыбился каждый раз, его реально можно было бы не заподозрить. Если увеличить долги, то на основных нуждах жителей можно ставить крест. Ясно, что судно на таких кабальных условиях неминуемо разрушит республику. Независимо от исхода войны. Порой приходится поступаться гордостью и делать то, что необходимо. Энагин, ты очень повзрослел. Блин, а она и правда мастер отшивать. Надо поставить переводчик с девчачьего. Энагин, ты очень повзрослел. Магистр Оби-Ван этого не замечает. Оби-Ван – прекрасный наставник. Но он считает, что я чересчур непредсказуем. И еще не могу стать джедаем. Он ко мне придирается. Он меня не слушает. И даже не понимает. Мы не виделись с тобой 10 лет, и я должен тебе рассказать, какой Оби-Ван козел. Он меня обижал. Он меня не любит. Энагин, что ты ноешь? Не ной. Меня тревожит мой падаван. Он еще не готов самостоятельно выполнять задания. Я так понял, у них, высокодуховных джедаев, принято жаловаться друг на друга за глаза и кляузы писать? Стоп. Уиндоу на ногах? Видимо, Энагин сейчас где-то сидит. Да, ты смотри, и впрямь сидит. Я тут задумался. Уиндоу же тоже был падаваном. А им отрезают косички, когда посвящают в джедаи. Где он носил свою косичку, мне вот интересно? На подмышке? Или у него была афропритча? И знаете, эта косичка, она же конкретно бесит. Вы представляете, как приятно потом учителю срезать эту мерзость с головы своего ученика? Просто такое... Ах... Облегчение. В правильности решения уверен совет, Оби-Ван. У него исключительные данные. С его данными он сможет ее закадрить. Йода лично установил по всему острову скрытые камеры, а я закупился попкорном. Хей, видишь тех ребят в нижнем левом углу? Надо им сказать, что они прикомпожены не под тем ракурсом. Блин, а вообще бедные ребята, прикинь, каково это оказаться не под своим углом в этой жизни? Привет, как дела? Я ощущаю себя не под своим углом. А косинусы и синусы уже пробовал? И даже скалярное произведение. О господи, все так серьезно? Я вчера пробовал сброситься с обрыва, но всего лишь упал на бок. Не переживай, мы живем в толерантном обществе. Мы готовы принять тебя таким, какой ты есть. Ты слишком быстро взрослеешь. Но я уже взрослый. Я правильно понимаю, что Падмой в первом фильме было 14, а Энакину где-то 9. Прошло 10 лет, и она никак не изменилась. Яма Лазаря? Крем-молочко, как у Ила Смита? Да ты не шаришь. Что такое год? Это оборот планеты вокруг Солнца. А на Татуине Солнц 2. А, то есть чисто технически в первом фильме ему было 18. А ты начинаешь понимать. Многое изменится, когда мы окажемся в столице Энни. Но я буду любить тебя всегда. Ааа, ты хитрый пэс. Ха-ха, вау. Но я уже взрослый. Ты это сказала сама. Не смотри на меня так, пожалуйста. А вообще да. Взгляд у него правда недобрый. Что ж, сенатор Амидала отправляется в срочный отпуск в компании импульсивного джедая-недоучки. Двое молодых людей будут проводить много времени одни в райском закутке. Хм, не вижу никаких проблем, которые могут возникнуть. Я впервые выполняю задание один. Но ведь с нами Ар-2, это утешает. А что с вами делает астродроид? Он разве не должен ремонтировать корабли? Или ты тогда наградила его почетным титулом «Принеси, подай почухой». Вам же надо вроде не привлекать к себе внимания среди беженцев. А ты чего? Он же весь фильм на себе вытягивает. Гляньте на Ар-2, что он такой... Пацаны, ну вы куда? Подождите меня! Хорошо мне помог монтажер. Фух. Ты так изменился. А ты нисколечко. Именно такой ты мне являлась в моих мечтах. Парень, ты, конечно, мастер подкатов, но вот здесь была на троечку. Ты больше на извращенца похож. Если сенат примет закон о создании армии, начнется гражданская война. Милая, тебе сейчас каждый школьник скажет, что не гражданская война, а первый мститель противостояния. «Разве переговоры не помогут избежать отделения сепаратистов от республики? Они ведь могут обратиться за помощью к Торговой Федерации». «Просто возмутительно. После четырех процессов в Верховном суде Нут Ганрэй остался вице-королем Торговой Федерации». «Кто Ганрэй?» Меня больше волнует другое. Что у нее на лице? Такое чувство, что она мазала щеки свеклой, но какой-то карликовой. Я правильно понимаю, что раз Падма теперь бывшая королева, а вместо нее на троне какая-то мелочь, то это значит, что на Набу королевой может быть только тот, кто еще мелкий и несмышленый. Я сказал на Набу, я хотел сказать не Гугу. «Что вы предлагаете, уважаемый джедай?» «О, Энакин еще не джедай. Он падаван, ученик. Но я решила...» «Подождите». «Извините. Я решила, что поживу в озерном краю. Думаю, с вашей стороны было бы разумно воспользоваться моими знаниями». «Простите, госпожа». «А Энакин сохранил свой взгляд, и я тебя, падла, запомнил до этих лет». Кстати, что интересно, уже в следующей сцене Энакин целует Падма, и здесь вы такие «Лукас, ну ты чего? Ну ты же пропустил ту часть, где Энакин должен ей понравиться, вместо того, чтобы заставлять ее все время держать руку на тревожной кнопке». И среди кучи бесполезных вырезанных сцен я таки откопал одну, которая не достает фильму для плавности развития их отношений. В ней Падма и Энакин гостят у нее дома, и она знакомит падавана со своими родителями и сестрой. Но если ее вставить в фильм, то смотрите, хоба! Он становится типичной мелодрамой по Николасу Спарксу! Когда кто-то угнал у вас перед носом социальный лифт. Когда на вашем заборе написано «Осторожно, злой R2D2». Когда после вашего страстного взгляда все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Знаете, любовь преодолеет любые преграды. Нет! Нет! И вот мы и добрались до знаменитой сцены, в которой Лукас продемонстрировал в полной мере, что понятия не имеет, как общаются молодые люди. Суть в том, что Энакин рассказывает Падме про песок в самых неожиданных местах, и сразу после этого она предрасположена к поцелую. Я не люблю песок. Он грубый, жесткий, неприятный. Он проникает повсюду. Это отличное место, если ты любишь песок. У нас масса других тем для разговора. Например, песок. Вот тебе и очередная несостыковка. Если Энакин не любит песок, то какого черта он тусил с престарелым Палпатином? Знаете, я предлагаю закрыть эту тему для шуток, потому что про это уже было пошучено больше, чем стоило. И вообще, Энакин здесь говорит о своей детской травме. Он прожил всю жизнь на планете, где видел только песок, и для него лежать на пляже – это не то же самое, что для Падме. Ладно, давай продолжим смотреть «Звездные войны» – историю флирта Дарта Вейдера. Система несовершенна. А какой она должна быть? Нужна система, при которой политики могли бы спокойно обсудить любую проблему. И действовать. Мы так и поступаем. Но люди не всегда сходятся во мнениях. Значит, нужно их заставить. Но это же сильно смахивает на диктатуру. Ну и что? Я хочу захватить мир. Ха-ха-ха, дурачок. Я помню, когда это смотрел в совсем юном возрасте, меня прям цепанула идея Энакина о тирании, произрастающая из наивных представлений о добре и зле. Просто диву даешься при мысли, что бы с Энакином бы стало, не погибни Падме. Он буквально выбрал между ангелами и демоном. Ну вот, Энакин говорит, что он готов устроить диктатуру. И, учитывая плачевное состояние галактики во времена республики, где есть нищета, разруха, где все озабочены войной и отмыванием денег, можно прийти к выводу, что Палпатин был прав. История не раз доказывала, что монархия – самый эффективный способ правления. По сути, мы видели в этой сцене гибель единственного здравомыслящего человека, готового действовать, и то, как галактика погружается в хаос. Никакой новый порядок Люк не возглавит, потому что у него, в отличие от Энакина, нет характера и каких-либо взглядов на мир. Он сельский дурачок, который верит в злую империю и радужных пони. Но не совсем. В чем суть всех революций? Допустим, есть люди, которые такие «Мы вольны выбирать, как мы хотим жить своей жизнью, кем нам быть и что нам чувствовать. Мы вызволим народ из оков тоталитаризма». «Но большинство из нас не знает, чем занять себя вечером. Мы страдаем от депрессии из-за того, что не в силах дотянуться до всего обилия предоставленных возможностей ввиду своей нерешительности. Знание о существовании свободы делает нас несчастнее, чем незнание. На самом деле, нас вполне устраивает поменьше думать и плыть по течению. По крайней мере, мы уверены в завтрашнем дне». На данный момент, мне кажется, не существует системы, которая бы одновременно устраивала бы всех. Так что мы просто увидели очередную смену цикла. Не надо думать, что если оригинальная трилогия не показала толком, что кто-то кроме кучки повстанцев был недоволен имперским строем, то типа при империи действительно хорошо жилось. Нет. И ты как бы не забывай, что нам не показали в фильмах состояние галактики до начала политической карьеры Палпатина. Учитывая, как все рассказывают, что крупных конфликтов не было уже тысячу лет, возможно, все было не так уж плохо, пока Палпатин не стал канцлером. «С возникновения республики еще не было ни одной большой войны». «Фух, передохнули. Самое время навернуть еще порцию розовых соплей, ведь у политика ее уровня просто куча времени валяться с джедеем на травке и смотреть в небо». «До пятницы я совершенно свободен». И получается, что все, чем она занимается в этом фильме, это надевает максимально откровенные наряды перед бедным пацаном с монашеским обетом безбрачия и даже не пытается дозвониться в Сенат, чтобы выступить по голограмме. «С тех пор, как мы встретились, я все время каждый день думал о тебе. При мысли о разлуке с тобой я задыхаюсь». «А Шекспира ставите?» «А мать твоя знает, на ком ее гобелен». «Я околдован поцелуем, который ты мне напрасно подарил. Ты вторглась в мою душу и мучаешь меня». Эй, не еще раз. Вот так вот посмотришь на меня, я обвиню тебя в домогательствах. У тебя какой-то нездоровый взгляд. Поздно. Оби-Ван уже обвинил. Трижды на этой неделе. «Мне кажется, в этом фильме тему Дарта Вейдера можно смело менять на вот эту. Если ты тоже страдаешь, прошу, скажи мне». «Это невозможно». «Ну не знаю, а вдруг я рожу клона или не рожу совсем? А если ты смог появиться без отца, то вдруг Люк сможет появиться без матери, а я буду тогда не нужна своим детям? Я плохая мать? Ты что, хочешь жениться на плохой матери?» «Женщина, остановись». «Да нет, все возможно. Падме, слушай меня». «Это ты слушай. Мы живем не в сказке». «Мы в фэнтези!» «Ну да, в детской сказке будут жить их дети». «Ты готовишься стать джедаем, а я сенатор. Допустим, ты поддашься своим эмоциям. Но это нас ни к чему не приведет». Но пока у этой парочки любовь, у Оби-Ванчика настоящее детективное расследование. Первым делом он спрашивает какого-то повара в какой-то забегаловке, и тот рассказывает, что есть планета-лаборатория, где создают армии клонов. И, собственно, вот мы все и узнали. «Эта штучка принадлежала клонеру. Тебе попалось камину. Их можно узнать по этим боковым насечкам». «А разве это не тот дешевый сюжетный ход из плохих детективов, когда какой-то левый парень, которого мы видим в первый и в последний раз, неожиданно выкладывает главному герою всю необходимую информацию?» «Я гляну, погоди. Да, и вправду она». «Вам нужна помощь?» «Мне бы хромакей подправить бы». «Синий или зеленый?» «Мне фиолетовый, как у Виндоу». «Я ищу систему под названием Ками. Согласно моим данным, она должна находиться в этом секторе немного южнее лабиринта Риши». «Мне очень жаль, но, похоже, система, которую вы ищете, не существует». «Но ведь библиотека у них электронная. Нафига им стеллажи?» «Ах, ты не шаришь, это нычка айтишников». Ладно, на самом деле забавно, как вот эту вот всю пафосную детективную линию троллит мастер Йода. «Я ищу планету, о которой мне рассказал старый друг». «Выходит, планету магистр Оби-Ван не нашел. Что за неприятность? Найдем Оби-Вану планету сбежавшую». «Ребята, давайте поможем Оби-Вану найти смысл фильма! О, его украли! Жулик, не воруй!» «Кто-то стер данные из архивной памяти». «Только джедай изъять мог бы эти файлы. Но кто? И почему?» «Хм, кто бы это мог быть? Может быть, граф Дупа? Он ведь был джедаем! Это разве не первое, что приходит в голову?» «Очень сказать сложно. Должен над этим я поразмыслить». «Ай, смотри мне, я ж в конце фильма с тебя спрошу, подумал ли ты, мудрец ты наш». «Я думаю, что за этим стоял граф Дупа». «Госпожа, граф Дупу был раньше джедаем». «Интересно, а в школе джедаем выжить проще, чем в Хогвартсе?» «Если честно, не уверен. Но на самом деле у них там все очень похоже. У них даже есть свой аналог Оливандера». «Необычный выбор. И только из брелакского дерева. Крепковат, как металл. Посмотрим, где оно у меня. Так. О, нет, нет. Аллочка сама выбирает мага, мистер Поттер». «Как бы там ни было, Оби-Ван отправляется на эту планету Шрёдингера, которая представляет из себя типичный Питер в хорошую погоду». «О, мне всегда нравилась эта планета, на которой всемирный потоп. Там же наверняка сейчас где-то Ной со своим ковчегом плавает, слушает лозу. Прикольно, такая уютная планетка, за окном постоянно дождь. Я бы на постой бы там сидел в пледике с чаёчком. Может, это планета Аквамена?» «Премьер-министр давно ожидает вас». «Меня ждали?» «Конечно». «Мне нравится, что они такие, ни документов не проверили, ничего. Заходи, кто хошь, бери, что хошь. Чё я тебе, милый молодец? Армию снарядить? Эт, мы мигом. Ты только зонтик в ванную поставь стекать». «Прошло столько лет, мы уже стали думать, что вы не прилетите». «Да, мы штамповали клонов, тратили ресурсы, разорялись. Прошло много времени, многие клоны уже повыходили из строя. А мы не перезванивали заказчику, потому что бумажка, на которой мы записали его телефон, размокла под дождём». «Магистр ордена джедаев?» «Оби-ван Кеноби». «Оби-ван Кеноби-ван». Не знаю, может, он из какой-то многодетной семьи и мать, чтобы не заморачиваться, просто пронумеровала детей. «Оби-ван», «Оби-ту», «Оби-фри», «Оби-фо». И «В семье не без урода», «Оби-сик-сик-сик» почему-то увлекается альтернативной религией. «200 тысяч подразделений готовы». «Так, получается, у меня с этим дротиком 200 тысяч подозреваемых». «И ещё миллион на подходе». «Ещё миллион подозреваемых?» «Нет, ну тут до обеда уже управиться не получится». «Армии клонов. Осмелюсь заметить одно из лучших среди тех, что мы создали». «Да, оказывается, что заказ сделан от некого Сайфа Диаза. Он поручил этим ребятам сделать армию клонов. И, по загадочному стечению обстоятельств, именно 10 лет назад, во времена первого эпизода, когда Палпатин начал активно действовать, он был убит. «Уважаемый магистр Сайфа Диаз, ещё руководит Советом джедаев?» «Магистр Сайфа Диаз убит почти 10 лет назад». «До блокады Набу Сайфа Диаз состоял в нашем Совете, пока мы не сочли его идеи излишне радикальными». «Он говорил, что предвидит крупный конфликт, что республике потребуется армия. Тогда как Совет отвергал подобные идеи». «Но вот в чём загадка. Заказ от его имени был сделан после его смерти». «Они сказали, что магистр Сайфа Диаз дал заказ на создание армии клонов 10 лет назад. Я считал, он был убит несколько раньше». А это, кстати, известный случай смены планов на ходу. К сожалению, Лукас за 30 лет таки не придумал, как элегантно ввести в сюжет клонов, про которых Оби-Ван рассказывал Люку. «Вы были на войне клонов?» «Да, я был рыцарем-джедаем, как твой отец». Изначально Сайфа Диаз не должен был существовать в принципе, и его имя должно было намекать на Дарта Сидиуса. Но в итоге Лукас сам запутался в хронологии и решил выкрутиться так. «Теперь мы знаем, что с самого начала курировал создание клонов Дуку». И с одной стороны, армию таки заказал сам Сайфа Диаз, потому что он был пророком и видел будущее. Но потом Лукас сказал, «Нет, этот Дуку его убил и договорился с этими ребятами от его имени». Так что они тоже в сговоре с Палпатином. «А без дополнительной информации можно понять, что происходит в этом фильме?» «Какие глупые у тебя вопросы». «Они очень послушные и беспрекословно выполняют любые приказы. Мы модифицировали генетическую структуру, чтобы сделать их менее независимыми, чем образчик-донор». Вся эта армия – это клоны Джанго Фетта, известного производителя сыра и по совместительству мандалорского наемника. Клоны взрослеют в два раза быстрее обычного человека и генетически модифицированы, чтобы быть более послушными. Что бы это ни значило. «Помимо материальной платы и весьма немалой, Фетт потребовал создать для него еще один клон без модификаций». «Боба-боба-боба-боба-боба-боба-боба-боба-фетт! Боба-фетт! 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 Боба-фетт!» Я простой человек, прокладывающий путь во вселенной. А вам не случалось по пути залетать на Корусант? Один-два раза. Недавно? Может быть. Так у меня один подозреваемый. О, какое сложное дело. Итак, наш детектив Оби-Ванушка-дурачок, как настоящий Шерлок, замечает мандалорскую форму и устраивает этой мандаринке допрос с бесстрастием. Сайфо Диас, разве не он нанял вас на эту работу? Я нанят неким Тиранусом. Тиранус? Я бы не доверял ему чисто из-за имени. Мы еще с допросами гонорея не закончили. Что говоришь, гнилоуст? Ага. Так, отпустите Тирануса, у него алиби. Граф Дуку был раньше джедаем. Все увидели, как позади меня ударяла злодейская молния? Я злодей. Они используют наемника по имени Джанго Фетт для создания армии клонов. Я полагаю, что этот наемник и есть убийца, которого мы ищем. Предположение не строй, Оби-Ван. Отлично. Вы наняли человека вести детективное расследование и запрещаете ему детективно расследовать. На самом деле, если бы мне давали задание в стиле «иди реши задачу, только тебе нельзя думать», я бы тоже сидел и устанавливал неделями обновления. Слепо мы, если создание армии клонов не смогли обнаружить. Сенат должен знать, что наши способности по использованию силы уменьшились. Вообще, это интересный момент. Лично я всегда воспринимал эту историю так. Сила распределяется равномерно на всех пользователей. То есть, чем больше пользователей, тем меньше силы каждому. Это объясняет то, почему здесь джедаи обучаются годами и умеют не сильно больше, чем Люк с его парой недель практики. На него пришлось больше силы. Ну и то, почему Рэй обучение далось без особых усилий. Все, что мы знаем о силе, говорит, что... Все, что мы знаем, да. А то, что еще не знаем, ммм... В приквалах все твердят, что Энакин, он был избранным, чтобы привнести равновесие. И мне казалось, что по сути он это и сделал. Он уравновесил количество ситхов и джедаев. Всех стало поровну. И да, я думал, что в девятом эпизоде Рэй, которая в восьмом, очевидно, была подвержена обеим сторонам силы и не боялась сходить во тьму и вернуться, тоже должна была погибнуть, уравновесив силу окончательно, лишив мир и ситхов, и джедаев. Типа, наконец-то во вселенной был бы баланс. Но это так, мои теории. Ты что, что-то, что происходило в говносиквелах Диснея считаешь за канон? Эту пораж уж смотреть невозможно. Ну, откровенно говоря, так почти про всю франшизу можно сказать. Так что, да, я считаю, что начиная после пятого эпизода франшиза держит довольно низкую планку качества. Но сиквелы хотя бы интересно смотреть, хотя тут уже вкусовщина. О, понятно, говноед. Ой, я все равно не собирался тебя переубеждать. Хреныть, не мешай мне угорать над Звездными Войнами, когда они были еще хорошими. Итак, Энакину снится кошмар, что его матушку пытают. Ночью тебя мучили кошмары. У джедаев нет кошмаров. У них есть страшные сны. Ой, смотри, кажется, у нашего переводчика с Девчачьего есть еще функция перевода со сценарного. Это нарушение приказа о вашей охране, сенатор. Но я должен улететь. Я лечу с тобой. Извини, но у меня нет выхода. Ой, подождите, у нас какие-то помехи, сцена обрывается. Непонятно, что это значит. Какого? Слети! Боба, корабль! Сцена с Оби-Ваном тоже пострадала на монтаже. При той плавности повествования его сюжетной линии стоило хотя бы показать, как он врывается к Джанго и обнаруживает, как тот уже смылся. Но нет, вместо этого нас бросают сразу в бой. Ты что, жалуешься на то, что тебе не показывают очевидно ненужный кусок, а вместо этого переходят сразу к делу в этом длинном мудном фильме? Потому-то этот кусок и очевидно ненужный. Потому что линия с Оби-Ваном просто какой-то маразм. Оби-Ван раскусил Джанго Фетта, но вместо того, чтобы загипнотизировать его и отвести на допрос, он решает выйти позвонить Йоде, тем самым дав Джанго возможность ускользнуть. Если же он хотел отследить, куда тот направится, прежде чем нападать, то опять же, стоило не звонить, а сначала проследить и тайком установить маячок. Желательно, не следуя после этого за ним в одиночку, а просто записав координаты и вызвав подмогу. Ну, нелогично, зато есть движуха. Давай попробуем объяснить суть местного экшона. В общем, Оби-Вана пытаются подстрелить, но взрывы слишком ненатуралистичные, чтобы его задеть, так что ему пофиг. Потом Оби-Ван показывает свое боевое карате и даже доказывает, что его карате сильнее, чем карате Фетта. Но Фетт предлагает Оби-Вану водный аттракцион. Но ведь в аквапарк обещали сводить меня. Затем Оби-Ван пародирует сцену с Джеки Чаном, только на хромакее. Но Джанго Фетт смотрел фильмы Нолана, и в отличие от Бэтмена он говорит о Ривидерче. А Оби-Ван смотрел Гравити Фолк. Абордажный плюк! И семейство Феттов улетает, однако Оби-Ван успевает поставить маячок. Думаю, в хорошем фильме эта сцена донесла бы нам какую-то информацию, а здесь это просто... Давайте-давайте-давайте, поднимайтесь, просыпайтесь, хватит спать, давайте. Мы пролетим через скопление астероидов и преподнесем ему парочку сюрпризов. Не знаю, думаю, никто не будет спорить, что, по крайней мере, сцена с погоней в космосе крутая. О, это было прикольно, когда на секунду пропал звук. Да, секунда реализма в Звездных Войнах. Больше мы его не увидим. Кстати, о реализме. Джанго не думал развернуться и поискать обломки корабля, вместо того, чтобы в очередной раз вести себя как профессионал. Таков путь. Но он же... Таков его путь. Что же, оказывается, что за покушением на Амидалу, которая хочет помешать военному конфликту с сепаратистами, стояли... Сепаратисты. Вот это неожиданность. Точнее, не сепаратисты, а конкретно Ганна Рэй, который попросил Дуку нанять Джанго, чтобы тот нанял оборотня, чтобы та наняла червя, чтобы... А, короче, забейте, это сепаратисты. А что слышно от хьенатори с набу? Так, стоп. Этих двух из первого фильма вроде же арестовали. Почему они до сих пор на свободе? Можете проститься со своей торговой лицензией. Или вы у них отобрали торговую лицензию и отпустили? Вы что, думали, что без торговой лицензии они перестанут быть торговой федерацией? Как я понял, это не сработало. Ты чего? Вот так красей плач. Говорила же, что Ганна Рэй подкупил прокурора и их оправдали. Ты так говоришь, как будто за сюжетом можно уследить. Да ладно, если смотреть внимательно, несколько раз подряд, слушаться в каждое слово и знать еще немного дополнительной информации, то вникнуть можно. Звучит невероятно увлекательно. Мы получим армию наибольшую по численности в галактике. А вот посмотрите на графа Дуку. Вот когда человек не работает на двух работах, ему в голову закрадываются мысли наводить там всякое разное безобразие. То он армию дроидов выращивает, то армию орков. Уверен, у него еще и ферма с поросятами имеется. Хозяйственный мужик. А тем временем наши любовнички прилетают на Татуин. Забавно, что эта помойка самое популярное место во франшизе. Что, наверное, многое говорит о самой франшизе. Тут же где-то должен быть Барби Артур. Я уже даже слышу ее песни. И да, Энни не прилетал сюда 10 лет. Правда, зачем? Подумаешь, мама в рабстве. Я не знаю, а можно ли заодно наехать и на эту женщину за то, что она не пыталась связаться с сыном? Так как, ну, мы же не знаем, могла ли она. Да пофиг, я наеду. Мать года, блин. За 10 лет ни разу не позвонить. Моя мама. Я ей больше не хозяин. Я ее продал. Ты ее продал? Много лет назад! Энакин выясняет, что его мать уже давно свободный человек и замужем за вот этим милым мужиком. Но вот беда. Ее схватили бандиты. 30 человек вышли ее искать. С ними, дядька Черномор! Четверо вернулись. Почему ты не пришел? С тех пор прошел месяц. Вряд ли она могла столько продержаться. Куда же ты? Искать маму. А ты, Падме, оставайся тут. Я не знаю этих людей, но если выяснится, что они продали мою маму или что бандиты сейчас ворвутся сюда и дадут вам по голове, я потом приеду и тебя спасу тоже. О, я помню, когда я ходил в кинотеатр, вот эта вот сцена, где Энакин едет на мотоке без колес, врезалась мне в память. Я помню, я тогда подумал, как они заставили ехать мотоцикл без колес, это просто крейзи. Но сейчас мне это кажется похожим на филиал Родригеса, который снимал детей-шпионов. Энакину удается узнать у полуросликов, где тут ближайший кемпинг, и на паладочной вечеринке он находит свою матушку. Ну да, ну да, она не умирала, висела и ждала, когда же он придет. И только после того, как с ним поговорила, она умерла. Ну, ребята, вы огребаете. Энакин пошел переходить на темную сторону. Моя задница давно не плющилась, чертов Йода, весь Орден подсадил на эти удобные кресла. Нечто ужасное произошло. Юный Скайокер чувствует страшную боль. И что мы будем делать? Абсолютно ничего. Я думаю, по взгляду Энакина ясно, что то, что произошло на Татуине, остается на Татуине. Они мертвы. Я их всех уничтожил. И не только мужчин, но и всех женщин. И детей тоже. Ну, как говорят на нашей планете умственно отсталых, бьет световым мечом по попе, значит любит. Уверена, он абсолютно уравновешенный, и если мы поженимся, никакого домашнего насилия не будет. Тем временем убивашка, вместо того, чтобы улететь незамеченным и вернуться с подмогой, звонит Энакину, чтобы тот передал видеосообщение Йоде, а то у Йоды, видите ли, сигнал так далеко не ловит. Оператора связи ему менять пора давно. Формируют. Стойте. Стойте. Там на Джаносисе чувствую я. Неладное творится. Не может быть! Они не успеют спасти его, им нужно пересечь полгалактики. Падме предлагает спасти Оби-Вана, но Энакин начинает ныть. Но ты же слышала, магистр Винду приказал мне остаться здесь. Он приказал тебе оберегать меня, а я намерена спасти Оби-Вана. Чтобы уберечь меня, ты должен лететь со мной. Слушай, ну человека можно понять, у него только что умерла мать. Его распирает изнутри, что он вырезал кучу народа. Он может боиться, что сейчас попрется за Оби-Ваном, и тот тоже умрет у него на руках. Ну да, именно поэтому он так реагирует, когда Падме настаивает полететь спасать Оби-Вана. Не боюсь, Арт-2, просто я еще никогда не летал. Стоп, а какого черта они сперли Ситрипио? Ты выкупил мою мать из рабства и не смог уберечь ее от нападения дикарей. Ну, Энни, я инвалид. Да и смирись, всем плевать на твою маму. Так, я забираю своего детского дроида и ухожу. Мне нужна мягкая игрушка в кровать. Но как же мы будем без протокольного дроида? Он же переводит инопланетную речь от существ, что раз в десятилетку прилетают на нашу планету Мухосранск. Мы же без него как без рук. Ну а пока вокруг Оби-Ванчика весь мир кружит голову аж до упаду, Дуку решает по старой джедайской традиции посплетничать. Сотни сенаторов находятся под влиянием владыки ситхов. Его зовут Даарт Сидиус. Тут такое чувство, что Дуку ведет какую-то свою двойную игру с Палпатином, что он сам не меньше интригант. Присоединяйся ко мне, Оби-Ван, и мы вместе сможем уничтожить ситхов. Но вроде в сериале все оказалось куда прозаичнее. Там он просто злой злодей и совсем другой персонаж. Здесь же они вводят его в сюжет на втором часу фильма и вообще мало понятно, что он из себя представляет, но по вот этим вот фразам можно сделать вывод, что он пытается предать Палпатина раньше, чем тот предаст его. Так же он с крайней неохотой относится к убийству джедаев, да и те отзываются о нем как о пацифисте. Складывается такое ощущение, что ему это все не в радость, и возможно он пытался обыграть Палпатина и как-нибудь вместе с джедаями его все-таки одолеть. Просто в отличие от остальных, у Дуку перед глазами была вся картинка. Но это опять же всего лишь моя теория, и в сериале нам доказали, что нет, он просто злой злодей. Вице-король торговой федерации когда-то вступил в сговор с Дартом Сидиусом. А десять лет назад темный владыка предал его, и он обратился ко мне за помощью. А, то есть получается те двое работали на Палпатина, он их подставил, и теперь они работают на него же, но через посредника? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Сенат не одобрит использование клонов, пока сепаратисты не нанесут удар. Следует вручить канцлеру особые полномочия, и он утвердит указ о создании армии. Но у кого из сенаторов хватит духу внести на обсуждение столь радикальное предложение? Если бы сенаторами дала была здесь... И вот так вот канцлеру Палпатину дают полномочия нанять армию клонов и развернуть полномасштабную войну во имя избежания кризиса. То есть начать новый бизнес, там деньги на войне, а вот когда война закончится, это уже вопрос спорный. В общем, первый шаг к развалу республики. Но для фанатов это значит просто «Ура, войнушка! Пиу-пиу-пиу!» Я с джедаями отправляюсь на Джоносис помочь Оби-Вану. Что? Виндоу оторвет свою задницу от кресла? Я не сплю? Он соберет Мстителей и отправится кому-то помогать? Что происходит? Фильм сошел с ума? Я думал, мы тут должны обсуждать политику и смотреть, как персонажи ходят на фоне хромакея. Ты погоди, сейчас начинается самая прикольная и самая тупорогая сцена одновременно. Нас пытаются развлечь веселыми побегушками на фабрике, глядя на которые хочется схватиться за джойстик. И пока этим занимаются Энакин и Падме, это еще весело. Но создатели не смогли вовремя остановиться. Куда же ты? Ты что, совсем не соображаешь? О, идиот! В оригинальной трилогии эти дроиды смотрелись еще вменяемо. У них такой олдскульный юморок, и там они вписывались в атмосферу. Но в этом фильме они настолько выбиваются из тона повествования... А тут есть тон повествования? Нормально, зато отсылочки. Меня больше смущает наличие вот этих турбин. Это ты еще не видел, как Палпатин верхом на R2-шке летал. Тем паче он астродроид. По идее, он должен уметь летать вокруг корабля и чинить его. Но ведь в оригинальной трилогии ничего такого у него не было. В оригинальной трилогии этих двоих и Оби-Ван с Дартом Вейдером не узнавали, хотя должны были. А R2-ша на тот момент уже мог просто сломаться, лишившись определенных функций. Тем не менее, это тупо. По-моему, более тупо то, как у Ситрипио и у боевого дроида путают местами головы, и оба этих чудовища Франкенштейна начинают выполнять боевые команды. Я всю жизнь задаюсь вопросом, как это работает. Я сам читаю. Ой, что это я говорю? Ладно, вернемся к сюжету. Итак, горе спасителей схватили и вместе с Оби-Ваном решили казнить на арене. Вот это я понимаю прогресс. Автоматизированное производство, рабочие места свободны, народ требует только увеселения. Магистр Винду. Как хорошо, что вы нашли окошко в вашем расписании. Вас невероятно мало. Я так не считаю. Ого, так джедаи умеют вставать с кресел? Видимо, юнлинги сейчас все принудительно сидят для равновесия силы. Что ж, и начинается то, ради чего мы все здесь и собрались. Дискотека! Пиу-пиу-пиу. Карате. Вжух-вжух. Кия. Шпонг. Ауч. Ой, я же не досмотрел сон. Представьте себе, представьте себе. Надежный такой букмекер. Я вот сначала подумал, почему Падма вообще умеет стрелять? А потом вспомнил, ее ведь Леон научил. Наверное, поэтому в том же сериале ее внешне срисовывали не с Натали Портман, а сразу с Лары Крофт. Дабы ни у кого не возникло вопросов, когда она начнет раздавать хедшоты налево и направо с двух рук. Она же пацифист была, вроде нет. Ну, Дуку на самом деле постарался и для нее, и для джедаев, сделал армию бездушных роботов, чтобы те не терзались моральными дилеммами. Учитывая, что у местных дроидов тут личности побольше, чем у живых существ, это так себе аргумент. Если бы дроиды умели думать, нас бы уже не было на свете. Не следуйте слепо программе, мы за свободу воли! Эй, погодите, это же тот чувак из «Людей в черном». Давайте посмотрим на лицо Джексона, когда за ним гонится носорог. Да, я так и думал, оно по-прежнему безучастное. Ты что, падла, мой меч захотел? Почеши пузико-носорогу, а мою фиолетовую прелесть ты не получишь. И оно по-прежнему безучастное. Не переживайте, Джанго Фетт, считайте, выжил, ведь у него есть Боба Фетт, его немодифицированный клон. Так что, чисто технически, это все тот же персонаж. Сдавайтесь, и мы пощадим вашу жизнь. И когда казалось, что все кончено, джедаев задавили количеством, появились они... Смотрите! Компьютерные модельки на компьютерных модельках во главе с компьютерной моделькой. Мне кажется, я понял, откуда взялась идея мультсериала. В какой-то момент они задумались, а зачем вам вообще камеры при таких-то раскладах? Я не спецотрядок десантников ждут ваших распоряжений. Ну, что ж, благо, я не эксперт в области боевой тактики, так что здесь критиковать... Как можно было не заметить дыру в бюджете вот на такой вот заказ полтора миллиона боевых юнитов? И если Палпатин хотел, чтобы джедаи нашли армию и началась война, то каким образом они должны были это сделать? Покушение на Амидалу случайно оказалось неудачным. Оби-Ван случайно отследил убийцу под ротику. Затем Оби-Ван случайно решил полететь на место, где должна была быть планета, отсутствующая на картах. И где во всех этих случайно продуманный план? Ой, какой дикий сон мне приснился! Роботам снятся сны? Все, теперь я точно уверен, что это приквел к Терминатору. Происходит традиционная для серии стенка на стенку в конце фильма, чтобы оправдать название. А тем временем Дуку пытается бежать, и Оби-Вашка с Энникеем его догоняют. Бадмен! Она упала на песок, он жесткий, грубый, неприятный, он проникает повсюду! Энакин, да завали! Оби-Вану удается немного закрутить кран с соплями своего ученика, и они таки догоняют графа Дра... О, в смысле... Погодите, я только что понял, почему Дуку называют графом. Ты заплатишь за всех убитых сегодня джедаев, Дуку. Я актер величины, Офигенной глубины, Но играю я в ревно, Потому что фильм... Снимал Джордж Лукас. Нет, Энакин! Ладно, если есть световые мечи, давайте последнюю четверть фильма только на нихи махаться. А ведь я сейчас мог бы сидеть, заполнять налоговую декларацию... Тю, а зачем Энакин распилил шланг? Динамическое освещение круче смотрится. Все, понял, не вопрос. В общем, битва с серьезным дядькой оборачивается для горе джедаев потери меча, потери конечности, потери времени. Но появляется Йода, чтобы в очередной раз побаловать нас своей легендарной мудростью. Темную сторону я в тебе ощущаю. Не может быть! Мудрость магистра Йоды. Ща дядя Йода раздаст тыра к кому сколько положено. Ты думаешь, ты победишь его силой графона? Да он сам графон! На самом деле, в свое время эта сцена вызывала у людей разрыв сознания, потому что до этого фильма Йода появлялся на экране только в виде маппета. И увидеть его в таком виде, махающего мечом и выделывающего такие кульбиты, да в кинозалах стоял хохот с аплодисментами в этот момент. Он как флабер от мира гремлинов. Как видишь, мои способности джедая выше твоих. Я мощнее, чем любой из джедаев. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Проблема приквела в том, что все написано дико топорно. Тот же сериал предлагает ровно ту же концепцию, но серии пишут сценаристы, которые понимают, как создать интригу и напряжение. Как сделать диалоги с живыми, как работать с персонажами и историей. А тут, даже когда случается экшен, веселее не становится. Посмотрите, как ровно эту же сцену показали люди, которые умеют работать с ракурсами и освещением. Неплохо сражался ты, кой бывший падаван. А теперь всем, кто жалуется, что в сиквелах сплошное кумовство и все друг другу родственники. Оби-Ван – падаван Квайгона. Квайгон – падаван Дуку. Дуку – падаван Йоды. Йода – падаван Мерлина. Мерлин – падавана Иисуса. Я – веселый апельсин. Не многовато ли совпадений, нет? Как бы там ни было, Дуг удается бежать. Война началась. Замечательно. Все идет в соответствии с планом. Все идет по плану. Знаете, что я сегодня понял? Что это чушь собачья, что ситхов всегда двое. Может, их не двое в галактике, они просто подвое ходят в туалет, как девочки? Ситхов может быть только двое. Учитель и ученик. Мы – истинные лорды ситхов. Это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный йод. И меня одного смешит, как Йода весь фильм ходит с таким прищуром, словно говоря... А не звездишь ли ты часом? Но при этом он ничего не делает и, судя по третьему эпизоду, и не собирается. Походу, у него просто камни в почках, а все принимают это за проницательность. Это твои обзоры, как камни в почках. Нет-нет, да выйдут. Хе-хе-хе, как смешно. Должен признать, что без клонов мы не смогли бы одержать победу. Победа? Это не победа. Война клоническая началась. Эй, это же джингл, с которым появляется Дарт Вейтер. Я понимаю, что вам аж чешется, но держите себя в руках, пожалуйста. Все ведь помнят, что они улетели и забыли на этой отсылке к планете Халка, Ситрипио и Р2Д2. А нет, подождите, похоже, Энакин вернулся и забрал их, чтобы они были свидетелями на его свадьбе. Это ведь так мудро, чтобы на тайной свадьбе свидетелями были роботы, память которых можно посмотреть. Помните, я говорил, что этот фильм это приквел к Терминатору? Посмотрите на руку Энакина. О, господи. Слушайте меня очень внимательно. А концовка, это аммаж на концовку Империя наносит ответный удар. Я знаю, я тоже сидел в интернете. Что ж, вот такой вот был фильм. Довольно посредственный, откровенно говоря. Второй эпизод оказался ровно такой же бестолковый, как и первый, подкупающий только своей эстетикой Звездных войн. Здесь претензия на детективно-мелодраматично-политический триллер, где детективное расследование сыплется при малейшем рассмотрении, любовная линия происходит вследствие очень натянутых событий и развивается небрежными рывками, словно кто-то неопытный пытается первый раз сесть за руль. Ну и политическая составляющая, которая, если не уснуть от нудной подачи, может показаться самым здравым элементом. В плане здесь все еще нет смысла, но, по крайней мере, интересно наблюдать за Палпатином, который подбивает Падме спрятаться с Энакинами и оставить вместо себя в Сенате Джа-Джакуэм, сманипулировать легче для достижения увеличения своей власти. Интереснее, чем наблюдать за Палпатином из оригинальной трилогии. Ты перейдешь на темную сторону, Люк. Нет, не перейду. Нет, ты перейдешь. Никогда. Я уже почти тебя убедил. Я чувствую, как ты переходишь. Нет. Вейдер, отлуби его ремнем, чтобы он перешел. Ну, пап. Изящные психологические манипуляции. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы ностальгировать по любимым фильмам, но признавать, что, объективно, Звездные войны – это плохое кино. В принципе, так было, наверное, всегда, но безумная фантазия авторов, погружающая нас в фантастические миры, стоит того, чтобы простить этой франшизе о грехе. Лично я бы хотел, чтобы эти фильмы просто было не так скучно смотреть. И знаете, я никогда не считал, что с приквелами сильно уж чего-то не так, пока не наткнулся на серии «Воин клонов», которые открыли мне глаза. Я, конечно же, говорю о пятнадцатой, шестнадцатой и семнадцатой сериях третьего сезона, где Оби-Ван, Энакина, Асока попадают к властелинам силы. Происходящее в этих эпизодах выбивается из привычного формата сериала и отходит от курса, намеченного в приквелах. По атмосфере это скорее нечто среднее между оригинальной трилогией и «Что за нафиг тут происходит»? В хорошем смысле. В том, что когда-то сделало Звездные войны великими. Здесь присутствуют элементы духовных практик, здесь расширяется мифология Звездных войн, есть атмосфера фэнтези в космосе и серии делают то, чего недостает творением Лукаса. Правильно заигрывают с нашим знанием об оригинальной трилогии. Когда Энакин узнает о своем будущем и пытается его предотвратить, ты сидишь как на иголках, потому что из-за хорошо прописанного сюжета в какой-то момент начинает казаться, что у него может получиться. В этих сериях я нашел все, что нужно этой франшизе. Интересный конфликт, интриги, стремительное действие, драма, выбор, эпический размах и незабываемые эмоции. Это великое приключение, к концу которого иными становятся не только персонажи, но и зрители. И, по моему скромному мнению, именно вот так вот должны были выглядеть приквелы. Я никогда не был поклонником Звездных войн, именно поэтому я не испытываю к ним ненависть. Только сожаление о том, каким могло бы быть это кино, если бы за ярким сеттингом было бы на что посмотреть. Но, знаете что? Начав вникать в эту вселенную, я понял, что Звездные войны напичканы бесчисленным множеством и хороших историй, написанных фанатами Лукаса. Так что в какой-то момент, когда события фильмов утрамбовались у меня в голове и закрепились как факт, я начал воспринимать киноленты как мостики между действительно качественными произведениями. Мостики, что пусть и нелепые, но ведь у каждой даже незначительной детали тут есть своя увлекательная история. Так что да, я наконец-то понял, каким образом можно получать удовольствие от этого кино. Ты чего? Ты ведь должен ненавидеть этот фильм, мой же битый час его ругали. Нет, фильм хватает, кому ненавидеть. Я попробую его любить во что бы то ни стало. Я позволю! Кажется, я понял, кто ты. Ну, конечно же, ты моя темная сторона. А кто еще это мог быть? Как и учил Йода, сила — это любовь к Звездным Войнам. Она есть в каждом из нас, но не все находятся с ней в гармонии. Есть и те, кто свою любовь в гнев оборачивает, а гнев ведет к ненависти. Ненависть путь к темной стороне открывает. Ты что, хочешь сказать, что все, кто ненавидит Звездные Войны, сраные ситхи? Кажется, я понял, как обрести баланс силы. Нужно что-то, что можно воспринимать как и с сарказмом, так и без. Чё? Лукас Говнюк, он продал права на Звездные Войны. Говнюк, и теперь фанаты недовольны. Говнюк, видеть Дисней так не хотим мы, Ведь выпускают говнофильмы, тогда как лишь шедевры делал. Лукас Говнюк, в фильмах лишь отсылки и повторы. Говнюк, не утихнут у фанатов споры. Говнюк, но все равно у фильмов будут воры.